Бумажный журнал 100 лет в обед уже нет Ну, в основном, в крупных городах и так далее Более того, это снимает Огромные проблемы, потому что Исчезло ритуальное сожжение журналов Накануне в конце четверти Потому что все оценки в электронном Тебе нужно сжигать журналы И так далее, и тому подобное Да нет необходимости Тем, у кого нет исследовательских Идти в высшую школу У нас же высшая школа Пока это социальный сейф Где до 50 лет Родители готовы поддерживать И так далее, и тому подобное Понимаете? Вот я оказался в старинной Старице Швеции в городе Упсалла Там древний университет В тех же помещениях Искупки и так далее Там 44 года преподавал король И по латыни там висит На главной аудитории Мыслить свободно – это хорошо Но мыслить правильно – это больше Когда мне говорят Ребенок имеет право На прорвающем тропотах Слушайте Волга впадает в Каспийское море И он имеет право на свою точку зрения Синус – это синус А косинус – это косинус А не что это про углы И поэтому право на свою точку зрения И он закрытым грош цена Зампуться на гопинь Здравствуйте! На канале «Образователи» В программе «Доводы» Заслуженный учитель России Академик Российской Академии Образования Директор Московской школы Номер 109 Евгений Александрович Ямбург Здравствуйте! Здравствуйте! Мы очень рады быть у вас в гостях Тем более, что уже когда-то Пять лет назад я была вашей гостьей И делала с вами интервью Которое перечитала, когда готовилась К нашей этой встрече В нем вы сказали Кабинет директора Сливная яма Сюда не приходит, когда хорошо В связи с этим вопрос То, с чем сегодня к вам приходит Изменилось? Ну, там есть некое, конечно, преувеличение Потому что кабинет директора Довольно интересная история Потому что, во-первых, сюда приходит Когда интересно И мы старшеклассники Которые пишем сценарии И делаем спектакли Снимаем фильмы А в то же время существует Такая тайная жизнь Где происходят неприятные вещи Потому что в жизни Все переплетено И вот В 2004 году Ушел из жизни Замечательный поэт И художник Я имел честь его знать Это Пригов И у него есть Замечательное Совершенно двустишье Мир прекрасен Это факт Хоть и безобразен То есть мир и прекрасен И безобразен И от этого Не надо впадать в панику Надо просто уметь Трезво смотреть на вещи Поэтому кабинет директора Преобразуется Бывают всякие Радостные Тяжелые Конфликтные Всякие А вот если говорить Все-таки Когда нехорошо Вот с какими проблемами Приходят сегодня Ведь действительно Многое изменилось Конечно И меняется каждый день И на глазах Вот за эти Последние два года Я написал С мне есть Такую еврейскую книгу Называется Пяти книжек Пять книг Вернее Четыре уже издана А последняя будет Вот через месяц Она готова Это вот книги Которые называются Искусство просвещать Третий звонок Коронация Всея Руси Беспощадные Учители И так далее Где Обычным Человеческим Азаком Не обнаученным Я собственно говоря Рассказывал Что происходит И что с этим делать И конечно Странно было В каком-то кратком интервью Даже в какой-то лекции Все это объяснять Это надо просто Читать эти книжки Они есть Они переиздаются Бесконечно В разных регионах Их читают люди Я смогу только Какими-то Большими мазками Рассказать о том Что такое ребенок В открытом мире Сегодня Ну во-первых Вот в книге Беспощадный учитель Я пишу о том Что нужно иметь Честно И прямо смотреть На то что происходит А происходят Довольно тяжелые вещи Понимаете Вот На самом деле Есть проблема Которую предпочитают Не обсуждать Это проблема Генетической усталости Вот сегодня По европейским нормам А я работаю На стыке медицины Педагогики Культурологии Так сказать Все это Шампунь и кондиционер В одном флаконе Сегодня Значит Скрывается эта вещь Ну посмотрите По европейским нормам Мы спасаем уже В специальных колбах 500 граммовых детей А на очереди 450 граммов Это правильно Мы же не фашисты Спасать Надо Любую жизнь Но это значит Что они Сочи Родят Ребята Еще более слабых Ушел Естественно Отбор Потому что В русских деревнях Например Начало 20 века Если 10 детей Рождалось 6 умирали Остальные Были Крепкими Здоровыми Выдержали Многие испытания Очень тяжелые Сегодня Этого нет И не будет Уже Это не значит Что здесь надо Урывать на себе Волосы Отсюда Если говорить Конкретно Вот я член Союза педиатров Реально Здоровых детей У нас только 12,5% Меня потрясла Эта цифра Я вчера Когда готовилась Поразила Это не значит Что они там Все эгофрены Дауны Там у них рак Нет Речь идет О детях С так называемыми Особенностями Это может быть СДВГ Синдром Действует Это внимание Это может быть Задержка в развитии С которой можно работать Но на первом месте Средизболевания Находится Психоневрология А это Ключ к пониманию Того что происходит Мы лидируем Европу По количеству Суицидов Детских И по буллингу И вот Хорошо мы договорились Журналистами Что вы не все случаи знаете Это очень заразительно Ну керченский стрелок Вот казанская история И так далее Но их больше поверить Я даже цифры Не буду вам называть Я всем объясняю Что стреляет Не ружье Стреляет голова И поэтому Можно Усиливать безопасность Это надо делать Пропыхную систему Не продавать оружие До какого-то Но все Это поверхность Ну хорошо А если он Принесет с собой Топор или нож Все может быть Стать инструментом Насилия А если это будет Не на территории школы А вот здесь За забором В лесу И что Поэтому здесь Речь идет О том Что Нужны абсолютно Новые подходы И нужно восстановить То что разрушено было В начале 2000-х Медика Психолога Дефектологические службы Где работают Дефектолог Психолог Логопед Психиатр Ну и так далее И тому подобное В вашей школе Это есть Насколько я знаю Скажем так Со всеми нарушениями Получая за это выигрываю Я это сохранил Сейчас мы опять К этому возвращаемся У нас же пока Петух не клюнет В одно место Но эти специалисты Будут готовы Теперь Увеличены здесь Наборные бесплатные места В эти вузы Где готовят Психологов Дефектологов Но они будут готовы Только через 5 лет Отсюда вопрос Педагогов надо готовить И я вам должен сказать Что это не значит Что они имеют право На Скажем Деференциальную диагностику Нет Они должны видеть Кто перед ними А для этого я объясняю На любом факультете Историческом Математическом Химическом Нужно давать Основы Дефектологии Чтобы они понимали Кто перед ними В противном случае Это опасность Самого педагога Вот я привожу Один случай Одна учительница Перемья защищала Ее лишили Права преподавания Отдали под суд Дело вот в чем Этот ребенок С СДВГ Это синдром Дефицита внимания Гиперактивности Обращая внимание Интелект у них в норме Но внимание Они больше минуты Не держат Это видно уже В детском саду У него шило в одном месте Это сложная Проблема с нейронами Обычно Наследовательство Мужской линии Между нейронами Мозг и связи Нет А сигнал идет В 10 раз быстрее И вот такой ребенок Приходит в класс Интеллект в норме Кстати очень острый Хороший интеллект И он начинает бегать Кричать Мешать Она выдать его Не может В коридор Он сломает ногу Она будет отвечать Она заклеит Ему рот скотчем Стоит в угол А это психологическое насилие Идет под суд И теряет профессию А учить это хорошее Но у меня такой Грустный вопрос А кто Эта учительница Учила работать С детьми СДВГ А я назвал Только один из 64 диагнозов Я не читаю Сейчас лекцию По стыку медицины Вот вам Еще одна сторона Вопроса Дальше Должен вам сказать Что Идут абсолютно Идиотские обсуждения Сейчас Я их называю Это когда чума Борется с холерой Есть люди Которые Особенно Мое поколение Бабушек и дедушек Ну и родители Которые говорят Вот в период пандемии Угроблено образование Дети Ничему не научились Они стали хуже Знать И так далее И так далее Поэтому Нужно возвращаться Только к очному обучению Это вот чума Холера другая Что вообще Очень обучение нужно Дистанты Дистанты Еще Не это И не это Вот есть Такой анекдот При меня Я старый анекдотчик Это когда Старая лысая птица Греф Не Греф Гриф Извините Прошу прощения Говорка Пафрейг Она клюет Перквичину Подбегает Такой ягнедушек Говорит Ну что ты ешь Ешь меня Я такой Симпатичный Гриф Повернул Свою седую голову Сказал Я предпочитаю Классику Вот я бы сказал Так Во-первых Я предпочитаю Классику Ну не только классику Когда мне говорят Что урок устарел Я говорю А колесо Еще старее Вы попробуйте Без колеса ездить Но урок тоже преобразовался Поэтому я Загибкое сочетание Дистанта И Значит это И так далее И так во всем Еще Наша с вами тема Называется Ребенок в открытом мире Да Я глубоко убежден Что брать детям Не надо Нет запретных тем Ну вот например Тема смерти И я приведу случай Который был Ну вот лет Десять Мне назад Погиб ребенок Второго класса У меня Не поменя школа Воскресенье Он здесь перебегал Ленинский проспект Избила машина Но Родственников у них нет И родители попросили Меня подвезти Гроб в школе Чтобы Второклассники Положили погвоздички И попрощались Понимая Что и психика У детей разная И особенно сегодня Возьми От жизни Все Живи на яркой стороне Я Объявил Что тот Кто не хочет Приводить Дети Не приводит Где-то 68% Привели детей И вот эти Ребятишки Положили По гвоздике В гроб товарищу Это очень важно Потому что Сегодня Если вы берете Компьютерные игры Там Герой погибает И возрождается А это уже не шутки Понимаете Почему-то нет Здесь новости Никакой В 1916 году Последний раз Был издан Тихомирский букварь Это Букварь по сути Для церковно-прихазских школ Для двухклассной школы Там есть арифметика Есть русский язык И есть раздел Такой Несчастье Бедность Помощь Там цитата Из Библии Что нечего ходить В дом радости Там без тебя Хорошо Ходим в дом плачем Да Есть замечательное Творение Плещеева Есть на свете Много бедных И сирот У одних Могила Рана мазела У других Нет зимы Теплого угла Если придется Встретить вам таких Вы как братьев Детки Приголубьте их Ну должно звучать Такой Поэтому разговор о смерти Разговор серьезный И много таких Есть тем Потому что я еще раз говорю Как только мы начинаем врать К нам теряется доверие Ни одного Так сказать Шага здесь нельзя Детей не обманешь Тем более сейчас есть интернет Можно зайти в любую Посмотреть все эти документы И так далее И тому подобное Но это не значит Что не надо меняться Но вот понимаете Есть Такая штука Очень модная Называется флешмоб Вот только недавно Прошел день лицея У меня Это 19 октября Ну что я буду Жевать одно и то же Я здесь 45 лет В этой школе Такого-то числа Старское сельское лице И так далее Здесь на первом этаже Были выставлены Гримерные столы И загримировали 12 Пушкиных 12 Натали И 12 Значит Старин Радиона Они разбежались по школе Терроризируя Дети Учителей химии Физики Работников столовых Конюшня Они им считали пушки Но не банального А на песне Западных славян Они говорят Откуда Никто из взрослых Не хотел выглядеть Идиотом в глазах детей Ну А это очень важно Для того Чтобы подтянуть Гуманитарную культуру Информатиков Молодых Физиков Химиков Я тут брал Одного на работу Учителя Изумительный информатик Он мне нужен Для тайной службы Для того Чтобы под никами Шарить в детских чатах Предупреждать Там Суициды Буллинги И так далее Я так аккуратно спрашиваю Как вы отнеслись К Чехову Он мне ответил Я слышал о нем Много хорошего Я говорю Начнем с каштанки Вручим И конечно Я его взял Он засмеялся Он склонен К самоиронии И мы подтянем его Там Пушкина Там и так далее И так далее Это ведь тоже Не новость Смотрите В 80-е годы В городе Красноярске Был гениальный Совершенно Директор Института Совершенствования Васильев Он провел Потрясающий эксперимент Взяли физиков На переобучение Повышение Квалификации Вот одних Дрессировали На содержании Физики Методики А других Водили в театры На выставки Они слушали Молодого Хворостовского В Красноярске А потом они Ушли обратно В школу И выяснилось Буквально Через месяц-два Что те У которых Бэкграунд Гуманитарный Был шире И глубже Они опередили Тех Кого дрессировали На физику Вот о чем Идет речь Вот вам Подключается Медицина Психология Дефектология Культурология Вне зависимости От того Какой предмет Считает Вот это самое И так далее Да Есть еще одна Больная тема Боюсь называть Это отношение К мату Здесь у меня был Флешмоб Но у меня же Театральные залы Все оборудованы Там и лазеры И дымы Начальная школа Сидит 200 второклассников И старшеклассники Дают спектакль И там Кощей Над златом Чахнет Удар молний Перебивка света Роковая музыка И громкий Голос девочки Блять Страшно-то как Рванулись Вперед Классная руководитель Говорит Стоять Это лексика Папки и мамки Это междуметь Но педагогическая задача Решена Вы впервые Пробили Пушкина Понимаете Вот А что мы будем делать Вид, что мата Не существует А то он его не слышит Поджимать губки Более того Вот со старшеклассниками По делу было Между прочим По делу было Это такая эмоция Между прочим Я со старшеклассник Говорил о том Что мат надо заслужить Рассказывают У меня воевали И дед И тесть И конечно Они не застали Нашли в атаку А с матом Но никогда При женщинах И детях Они себе Этого не позволяли Они имеют право На этот русский вой Когда эмоции Берут за горло А не какой-то щенок Который Это есть такой Мой хороший друг Тоже поэт Вишневский Это поэт Одностишья Давно Я не лежал В колодном зале У него сейчас Вышла замечательная книжка Где есть опять Одностишья Спасем наш мат От сквернословов Это очень мудро Понимаете И В 10 классе У нас в программе Солженицын Его никто Правда Хотят сейчас убирать Дураки Один день Иван Денисович А как там А там Смифуечки Маслица Фуяслица Что будем молчать Или говорить Тем более Здесь еще одна вещь решается Интернациональная Никакие татары Мат не пронесли Это чушь собачья Ни монголы Ни татары Вот я историк По базовым образованиям Если возьму эти Беретинные лет Эти грамоты И настройки Там сложной До всяких татар Я ведь Давно живую работу Я и пережил И перестройку И перестрелку И 90-е лихие Я детям говорю Со мной поаккуратнее Я Брежневу гробу веду Это правда Я Брежневу гробу На самом деле Да В то время был Замечательный фильм И там была прекрасная песня Даже не был я знаком С парнем Обещавшим Я вернусь мама И возник Коммунистический почин Работать за того парня И он навязывался В зубах ужасно Да И это вызвало цинизм И были анекдоты Пить за того парня Не в честь того парня А его дозу Спать с женщинами За того парня То есть это все Обратную роль играет Понимаете Как только мы что-то Начинаем навязывать Не только Недоверие рождается А ненависть К нам рождается А ведь Школа Это первое Государственное учреждение С которым Встречается ребенок А значит Ненависть к школе Экстраполироваться На ненависть Вообще Ко всем Государственным институтам Хорошо бы это помнить Тем, кто принимает Новые законы Евгений Александрович Вы коснулись 90-х И хочу На эту тему Задать отдельный вопрос Вы называете Перестройку И начало 90-х Золотым веком Нашего образования Вот я хотела бы Попросить вас Объяснить Почему Потому что многим Нет, это очень непросто Это очень непросто Потому что Понимаете Государство было Не до нас И оно не действовало Как словно В посудной лавке Не лезло Ни в содержание Ни в создание школ И так далее Это было Это было время Более тульскими пряниками Про союза Про союза Про союза Побег Прыжок вверх Расстрел Мелкого Чем годами Искать Наркобарона И так далее В образовании То же самое Вот мы Фактически В диктатуру показателей Вляпались И продолжаем В этом направлении Развиваться До определенного предела Вот так Еще и улыбаемся А? Еще и улыбаемся Потому что показатели Высокие Иногда бывают Ну да Да Но что за ними Это вопрос конечно Очень интересный Что за ними дается Вы коснулись Тему пандемии Дистанционного образования Вообще удивительно Родительское И учительское Сообщество Поделилось на два лагеря Да Кто-то дистант Обожает Кто-то ругает Вот как часто вам Приходится говорить Родителям И может быть даже Учителям Что дистант И учительное образование Части целого Ну это очень просто Все на самом деле Ну во-первых Начнем с того Что учителя Как и врачи Совершили гражданский подвиг Потому что нужно было В короткие сроки Создать контент Причем Чтобы не посадить Глаза детям Которые не будут Рождать миопии То есть Близорукость Это был гражданский подвиг Безусловно И вы знаете Какой Очень интересный Вот Когда Мне В разгар Этих событий Позвонил Муж молодой учительницы Говорит Игорь Александрович Вы разрушаете Молодую семью Я говорю Как я разрушаю Я при чем здесь У меня нет доступа К жене Ни днем Ни ночью То есть она Днем дает уроки А ночью делает Я говорю Я не могу тебе дать Код доступа К жене Даже начинай Потому что у нее Значит Целый ряд классов А сейчас еще одна ученица Заболела И на нее дополнительная Нагрузка Понятно Вот Это первое Во-вторых Значит Это дистантное обучение Повернуло Родителей Как ни странно К содержанию Образования Это так смешно Тоже было Вот у меня На экране Все эти уроки И вот Учительница Дает урок Вот А девочка Вышла В пижаме Она говорит Слушай Ты все-таки На урок пришла Пойди Оденься Вот Ну она значит Уже оделась Но сзади Стоит лево Стоит папа В семейных трусах Которые прикрывают То через детей Мы воспитывали родителей Да Потому что они Впервые Они же тоже дома Оказались И они значит Вникли в том Что происходит в школе Да Вторая история Тоже была смешная Значит Ну у всех Разный темп обучения Разная зона Ближайшего развития И учительница Математика В пятом классе Что-то такое Нескоро объясняет А сын не понимает А папа рядом Дает ему подзатыльник Он не выдерживает Как бы тупости сына Вот вам сочетание Скажем так Прикладной педагогичек И так далее Это вторая сторона вопроса Третий момент Еще раз я Прибегаю к образу Два плеча крабыслы Не или-или А и-и Вот за эти Последние два года Дети не хуже сдавали Единый государственный экзамен А лучше Я сейчас объясню почему Для непрофессионалов Я объясняю Есть такие дети Ну я их называю Текущники С определенным Аутическим спектром Интроверты В большом классе При всех Они стеснялись отвечать Чтобы не выглядеть глупо Но когда он работает В чате По предмету По выбору Химия там Или физика Они строечников Поднялись на четверочники Но сдавали-то они Живьем И они получили пятерки У меня масса Трехсот бальников Золотых медалистов И так далее Поэтому вранье Что дистант погубил Другое дело Вы понимаете Какая вещь Я за Конвергенцию Дистантного образования И очного образования Есть вещи Которые вполне Можно транслировать Через электронный дневник Там Жиши Переши Черезы Там условно Уравнение Первой-второй степени И так далее И пусть они Отрабатывают дома Нет проблем Но зато тогда Восвобождается время Для главного занятия На уроке Трансляции Ценностей И смыслов культуры Которые нужно делать Глаза в глаза Когда муха Пролетит Слышно То есть не Или-или-а И-и То есть это опять Два плеча корабля Ну вот в принципе Это же Вы сейчас говорите О просвещении Родителей Надо просвещать Да Это же все понятно Когда внимательно слушать Какие формы Просвещения Вам сейчас кажется Интересными И цепляющими Опять я про это Усю пишу Да-да-да Ну вот смотрите Это тоже смешно Потому что Особенно бабушки И дедушки Вам вот в наше время Это моя ровесник Мне 70 лет Извините Так на всякий случай На всякий случай В наше время Учили Насмирь серьезно Все эти вот Компетенции Кому все это нужно И тому и так далее И тому подобное То есть Ну понятно Что раньше И вода была И вода была мокрее И деревья были большие И девушки Нас любили А сейчас не любят Раньше было конечно лучше Проходит первая неделя Первоклассников И мы даем Открытый урок Уроки Где сидят бабушки Дедушки Родителям Некогда В основном Да Это урок Вообще По слуговому чтению Да Вот И вот они Но они сидят Не так Как привыкли Бабушки Дедушки С спиной И так вот Они за квадратными столами Идет командная работа Там есть корректоры Там есть редакторы Понятно Да Идет здоровый шум Такое они все это обсуждают Это не значит Что мы отказались От старых методов Потому что Вот эти вещи Тыльной ладони Мама Это есть все там На самом деле Но кроме этого Есть и другое Идет очень интересный Содержательный разговор О том Вот как общаются люди Ну вот люди общаются С помощью слов Предложений Текстов А как животные А какой еще есть вид общения Они говорят Интернет Они забыли Что существует Дети современные Да А вот Да Животные общаются Но по-другому То есть они не говорят Что животные Вот А дальше Начинаются очень интересные вещи Еще раз Не отрицаю Вот все эти традиционные Они интегрированы Сказе современного урока Но он другой Ну например Там есть творческое задание Нужно придумать Новый персонаж В той сказке Ну вот они Сначала предложения Составляли Ну они Должно быть Логически Сказочные тексты Вот начало сказки Кот в сапогах И дается Фрагмент Мультфильма Очень краткий Где Все братья Что-то получили А вот этот Получил кота Говорит Чем же я тебя буду кормить Почему Всем что-то досталось А мне ничего Вот Придумать Встает девочка Говорит А где был нотариус В то время У нее мама нотариус Она не понимает Как можно значит Делить наследство Без нотариуса Так появляется Новый нотариус В другом классе Значит Это осень золотая Что дети видите За окном Там золотая осень Листья падают Мальчик говорит Плохо сделаны Откосы И стекла Не примыкают к раму У него папа Командует Этой фирмой Кот Это другие дети Другие Понимаете И когда они это идут Им становится понятно Что это вообще Кайф-драйд Как это интересно Родители должны быть Нашими союзниками Но в этой связи Здесь школа Должна очень серьезно Работать По просвещению родителей Они зачастую Даже более дикие Чем их дети Которые С удовольствием Делают то Что Вот так А еще бывает Так Что вот этот вот шум И тревожное состояние Поддерживают Те взрослые У кого вообще Дети давно Не накручивают Вот эти настроения Ну понимаете Родительские чаты Очень разные Мне очень смешно Потому что Есть истерические чаты Есть эти самые Я к этому отношусь Очень спокойно Потому что Ну Понимаешь Для всех хорош Не будешь И в этой ситуации Часто те Которые Близко Не имеют отношения К школе Они Ну у нас же Учить и лечить Все же умеют Плюс еще Добавляется Ужас С телевидением Когда мы даем Перевернутые уроки Это же тоже Лукавые Был такой Историк Английский Там он писал Что История Для власть Придержащих Это Рудник Для добычи символов И Они может быть Имперские победы Приобретение территории Каждая власть Так или иначе Манипулирует Это манипуляция А детей бы хорошо Защитить Это манипуляция Вот Они получают Задачу Вы найти в интернете Документы Различные точки зрения Причем От тех событий Которые мы предпочитаем Так смазывать Там Пакт Молд Фребендроп Например Коррективизация Ну и так далее И тому подобное А учитель выступает В роли модератора Он следит за тем Чтобы они Умели фейк Отличать от факта Да Чтобы они Не базировались На одном факте На целой системе Фактов Да Но он преподает Главную науку Которую Придумал Калужский учитель Который имел Честь быть знакомым Это была Святая наука Расслышать Друг друга Они должны С уважением Относиться К оппонентам Не оскорблять Его Искать аргументы А не Какие-то Способы Унижения И так далее В этом смысле Наше телевизионное шоу Это взрослые Демонстрируют Детям страшные вещи Они перебивают Друг друга Оскорбляют Вплоть до поливают По-моему Почему это не Ветафора И так далее И так далее Это большая беда И страшнее Чем любая порнография На самом деле Вот развращение Идет А между тем Был такой Замечательный Педагог И священник Кстати Паварнин У него есть книга Искусство спора Ситуация И вот эта книга Должна стать Настольной Сегодня Она издавалась В последний раз В 1962 году В Самаре Тиражом 300 экземпляров У нас в интернете Загуглите Получите Но у нас ведь по сути Сплошные Вот эти конкурирующие Чаты Тексты За советскую школу За современную школу За прививки Против прививок За дистант Против дистанта И можно продолжать И не все читают книги В которых можно найти ответы Как научиться Спорить Понимаете какая Учитель в данном случае И для родителей И для школьников Должен быть навигатором В этих чатах Вообще Судить о качестве Современного образования Очень сложно Потому что В Москве Одна ситуация В регионах Другая ситуация То есть Но судить О средней температуре По больнице Совершенно глупо В Советском Союзе Было так Ну понимаете В Советском Союзе Было фактически так Но давайте Я скажу чуть позже Понимаете Какая штука Качество образования Вещь очень деликатная И качество образования Зависит от 150 факторов Но я все не назову Это долго Все Это фактически От психофизиологии Конкретного ребенка От зоны его Ближайшего развития От Семейного Так сказать Контента Который там Быту Ну вот смотрите Есть Я вообще Не существует Неталантливых детей Но у одного Грубо говоря Талантливые руки А у другого Талантливая голова Поэтому здесь Вот есть школа Ремесел Где Кузница Гончарка Ювелирка Эти самые Витражи Они делают И так далее Но не пойдет он В высшую школу На самом деле Понимаете У него другой талант И это не трагедия Это не только не трагедия Более того У этого ребенка Могут проблемы Но если учительница Взяв этого ребенка Когда он делал У него дислексия Дисграфия Стертой формой Олигофрении Он на входе Делал 50 ошибок А через год Делал 30 И орден За это надо давать То есть нельзя Детей странать между собой Был таким Стал таким Окей Понимаете Более того Если это учительница Возьмем скажем Оригинальный поселок Где спившиеся отцы Где извините Мама Которая Как-то С пониженной Социальной ответственностью И так далее Она тащит их в школу Ей надо орден Давать Ослуги предотечеству Но она будет поймана Как преступница Потому что он никогда Не сдаст ОГ Вот в этом виде И ЕГ Понимаете И так далее И тому подобное А есть эти наоборот Там одаренные Которые быстро хватают Есть разный темп Вообще Обучение И так далее И тому подобное Я-то в общем За инклюзию Только не за дурацкую инклюзию Это как бы Совершенно отдельная тема Я за то Чтобы они учились Все вместе Ибо Нельзя создавать гетто Ну И когда они у меня Идут В Речные экспедиции Там не флотились А там В одной и той же шлюпке Ботаники Как называют Которые звучат Звучков Паучков Там рассказал Бабушек берут Устная история И эти ребята здоровые На веслах Из коррекционных там классов Они вместе делают Одно и то же делаю А дальше Нам не дано предугадать Как слово наше отзовется У меня была история Один мальчик Из коррекционного класса Влюбился в девочку Из лицейского И вы знаете Любую делает чудеса На этом фоне Стал мощно развиваться Интеллект Да 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 Вот И в день его рождения Вот здесь 122-й дом Он решил Сковать Он за стенку Вы его видите Он очень высокий дом Значит он решил И сковать Золотую розу Не как у Пустовского Не золотую Я наврал Железную розу И привезив Ей к балкону Ну Там молодые у меня Ремесленники Педагоги дополнительные Они поняли Что отговорить не удастся Он грохнется Но они еще и альпинисты И они значит На специальных Канатах встали И вот Удаст пускать Могла быть история Знаете Как Ну погоди Как они бабку Срезала И так далее А бабушка позвонила И туда Елась на крышу Милиция Их там Это самое Побили Кстати говоря Да Да И ко мне пришли Чтобы я их уволил Потому что это грубое Административное нарушение Да Вот передо мной Сидела такая Дородная тетя Лет 40 Нет 35 Наверное Все-таки Да Я говорю Слушай Скажи ко мне Пожалуйста Девушка Я могу Так сказать Я старше ее Вдвое Да Тебе кто-нибудь На день рождения Когда-нибудь Розу привязывал Так что Все Иди Лесом И никого Я увольнять Не буду Потому что Если бы они Не страховали Он грохнулся И тут был бы Труп Вот и все Понимаете Поэтому это все Это все связано Это все Из жизни Слезы Любовь Понятно Да А если бы Вы были В этот момент Молодым Директором Условно говоря На первом На самой первой стадии Вы бы так же поступили Конечно Однозначно Совершенно Потому что Я еще раз хочу сказать Здесь нужно Сочетать в себе Романтизм и трезвость Вот в данный случай Романтизм в том Что любовь нельзя Первую калечить А трезвость Чтобы он не грохнулся И не погиб И смелость Смело Конечно 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 А потом понимаете Все так связано Вот не бывает Благополучная школа Вы говорите Директор Ну вот у меня Тоже была попытка Суицидов Одной дурёхи Причем Так смешно Написали Это вот в результате ЕГЭ Какой к черту ЕГЭ Потому что это 10 класс Такого ЕГЭ не было Там Несчастная любовь Мальчик от нее ушел Вот трагедия Для девочки Она еще не знает Что мальчик Как автобус Один отходит Потом кто-то приходит Следующий Ну вместо Нудных лекций Старика Емберга Да Она волонтером Она медицинский класс Вот там Где онкологические дети А когда она увидела Этих облысевших девочек Которые борются за жизнь Набирает масса предметов Для экзаменов Собственная проблема Такая фигня Вот вам и все То есть в психологии Это называется Деятельностный подход Меньше бла-бла Больше контекста Деятельности Как хорошо Когда в жизни девочки Вовремя появляется человек Который ей скажет Что мужчина Как автобус Один уходит Другой приходит Ну в жизни девочки Девочки тоже Девочки злые вообще Они злее мальчиков Вообще не идеализируете Когда они делают Не жалеют мальчиков Каким мальчиков Они друг друга не жалеют Здесь в лесу Подруги Это восьмой класс Издевались над девочкой Нет, не били ничего За что, во-первых Ну она какую-то кофточку Сделала поносить Красивую Прожгла там И парфюм Использовала И так далее Ну, во-первых, конечно Где были родители На просаку Мне подарили Кто это у нас Чего-то так вот просто дарит Понятно, да? Они не издевались Вернее, нет Они не били ее Они заставили лизать сапоги И снимали на гадрожство И потом принесли в школу Но здесь другие традиции Здесь это не просто не модно Когда ко мне пришли Одноклассники Если они Эти двое будут на школе Мы в класс не войдем Я исключил Этих двух подруг Из школы Вот Причем это тот случай Когда казнить нельзя Помил Запятая казнить Правда, там умные родители Оказывались Они же дети Я их не могу выдать на улицу Я их подарил В соседней школе Этих пациентов Но в случае Когда у них будет такая ситуация Она своих пациентов Сюда мне кинет Здесь обмен пациентами И так далее Потому что на самом деле Это наказание Это новый коллектив Это новый Это извини Но они на всю жизнь Должны запомнить Нельзя Никогда Ни при каких обстоятельствах Понимаете Это вот Одна история была Но ведь этих историй В общем по пальцам Да Когда вы принимали Радикальные меры Да приводи Нет Нет У меня целая книжка Педагогическа Декамерон Теперь Педагогическа Декамерон 2 Эти истории повторяются Ну знаете как Я имею ввиду Не истории сами по себе А ваших решений Как директора Честно говоря Во многом Я уже работаю на автомате Потому что опыт такой Что мгновенно из головы Вспыхивает То есть это знаете Директор школы Это как голкипер Который из разных углов Мечи сыпется И должен прыгать И отбивать эти мечи Да 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 Давайте немножко Про советскую школу Не против Да да и что Часто Видим такие объявления Учу по советской системе По советским учебникам Набираю детей Значит я смеюсь от этого Я смеюсь Потому что почему По простой причине Вот тоже мне Написали И говорят о том Вот Мы учились По советским учебникам Поэтому у нас были Нобелевские лауреаты Они имеют Чего я очень хорошо знал Лично я был с ним В комиссии по образованию Вообще Медведев Ну Не Медведев Как его Господи Он умер сейчас Недавно Лауреат Нобелевской премии Этот самый А? Алферов Да Медведев другой Вот Я так спрашиваю Скажите пожалуйста А это ничего Что в Америке На 60% больше Нобелевских лауреатов И никто Не учился По советским учебникам Я сам Не с дуба сварился Не словно упал Я учился В советской школе И очень благодарен И школе И институт Педагогических Материалов Учился Там давались Хорошие Фундаментальные Знания Правда Хорошие Фундаментальные Знания Давались По физике Химии Математике По гуманитарным Наукам Врали Все Давайте Вот это Вынесем За скомки Но даже Если брать Вот Здесь Научный Контент Образование Да Где мы стали Гореть По физике Другим Международным И так далее Наши дети Не могут Ими пользоваться И применять Их В изменившихся Обстоятельствах А для этого Нужны другие Компетенции Поэтому Не или Не отрицаем Фундаменталистику И как только Нам не мешали Когда Вот был Новый стандарт Который сейчас Ломает В ГОСК И Никто толком И не понял Вот То мы Дошли до пятого класса Сейчас мы По началке Опереживаем всех И так далее Понимаете И вот Поэтому Одной предметной основы Здесь мало Я еще раз говорю Нужно Вот здесь И умение Пользоваться Этими вещами Внимаете Да А вот это Советская школа Не давала Теперь Если Говорить О воспитании То здесь Тоже существует Огромная ложь Вот Все эти Мэры Пэры Депутаты Говорят о том Что вот С 90-х годов Мы перестали Заниматься Воспитанием Это ложь Мы что Перестали Идти в походы Водить Делать театральные Фестивали Совершать экспедиции И школу Шла Идеология Да Идеология Даже в новой Измененной Конституции Там и есть Преамбль Что не может быть Единой идеологии В такой стране Как наша Как может быть Единой идеологии Там где есть Верующие Атеисты Представители Разной конфессии Либералы И фундаменталисты Здесь Только договариваться Нужно Да Но когда говорят Что вот ушло Воспитание Они врут Нагло И под Флагом Воспитания Стараются Навязать идеологию Сейчас Тихой сапой Поэтому все эти Законы приняты Они носят Скрытый А иногда И нагло Открытый Идеологический Характер Понимаете А это довольно Опасно По той простой Причине Что Чем должна Заниматься Школа Что такое Идеология Идеология Это омертвевшее Мировоззрение Ведь она Появилась В эпоху Просвещения Во Франции Когда Выяснилось Что Святая вера Не спасает От Вросламейских Ночей От Семилетней Войны И так Далее Чем Должна Заниматься Школа Помочь Ребенку Выработать Мировоззрение Вот Не надо Путать Мировоззрение И идеологию Помочь А не За него Навязывать Своё Мировоззрение Вот Для этого Перевернутые Уроки Вот То О чем Мы с вами Говорили Да И вот Этим И должна Заниматься Современная Школа Потому что 21 век Будет страшнее 20 Вот 20 век Был тяжелый Потоки крови Прорезти Холокост И ГУЛАГ Да Это Поэт такой Соколов Он написал Я устала 20 века От его Окравленных Бед И не надо Мне прав Человек Я давно Уже Не человек Ну У него Милиционеры Убили сына Ни за что Там И так далее Да И В этой Ситуации Значит Вот Помочь Выработать Метробоззрение Сразу решает Три Проблема Это Защита От Манипуляций То что Мы говорили Да Это Все-таки Ориентация На базовые Ценности Культуры Которые Не будут Никогда Меняться Они Есть И Отрицать И Постмодерни Это Бессмысленно Это Смешно Да И Третий Момент Так вот 21 век Будет Тяжелее Чем Предыдущий Потому что Войны Будут За воду А не За Углеводороды И уже То что происходит В Ливане Это борьба За воду Ее будет Не хватать И потребуются Люди Свободные Внутренне Свободные Потому что Раб Не может Принимать Самостоятельных Решений Он Подковырек И все Он боится Все Люди Которые Могут Принимать Решения За них Отвечать И В то же Время Люди Способны К Аскезе То есть К самоограничению Аскеза Регион Поэтому Ключевое Направление Педагогих Лет на 60 Вперед Как я вижу Это Координированный Рост Свободы И ответственности В личности И к этому Надо детей Готовить Поскольку Внешней Свободы По глупости Все меньше Значит Нужно Увеличить В степени Внутренней Свободы А внутренняя Свобода Вещь дорогая Был такой Поэт Я его имел Счастье Тоже знать Владимир Николаевич Корнилов Только не путайте С Корниловым Там после Ну 30-х годов Он написал Незадолго Перед смертью Довольно Жесткое Стихотворение Считали Все дело В строе Переменили Строй Беднее Стали В строе Злее Само собой Считали Все дело В цели Когда поменяли Цель Она как Была далече За 3-9 земель Считали Все дело В средствах Когда же Дошло До средств Прибавилось Повсеместно Мошенничество Изверств Сменяли Шило На мыло И собственно На права А необходимо Было Сперва Начинать С себя Это программа Воспитания А необходимо Было Сперва Начинать С себя Вот и все Это очень просто И очень тяжело Очень трудно Начинать С себя Рессентимент Это попытка Значит Вот Сбросить Всю вину На окружающих Это так проще Жить Как это писал Багритский Приказано Убить Убьют Думать Нече Если думают Вожди Понимаете А это Вещь Очень опасная И она Она может Привести К разрушению Еще одной страны Россия В программе Доводы Директор Московской школы Номер 109 Евгений Александрович Янбург